Теперь все вечера Маша с друзьями проводит именно тут. Оттачивают веломастерство. Сначала я, конечно, испугалась, думала по таким кочкам ехать, но потом все. Страх ушел, мне теперь нравится, тут катаемся каждый вечер. На сегодня это единственная в регионе площадка, пригодная не только для катания, но и проведения официальных соревнований по летним экстремальным видам спорта. Памп-трек тут открылся 15 сентября и сразу стал центром притяжения молодежи. Ребята собираются вечерами, сидят меньше в гаджетах, общаются, разговаривают, время на свежем воздухе проводят и я считаю, что это классно. А это уже бардан. Тут появился целый экстрим-парк и свой памп-трек тут тоже есть. Уровень сложности этого трека в принципе простой, поэтому даже начинающий райдер справится и сможет себя здесь попробовать. Новое многофункциональное спортивное пространство возведено на площади Барда Зиен. Оно включает скейт-парк и памп-трек, зоны для катания на скейте, спортивном самокате, БМХ-велосипедах и роликах, а также и игровую площадку для игры в баскетбол, волейбол, теннис и мини-футбол. Новое спортивное пространство в селе Барда построено в рамках программы регионального министерства спорта по возведению инфраструктуры шаговой доступности. Ребята проводят свой досуг, соревнования проводятся уличные баскетболом, ну и учим ребят на скейтах. Приглашали ребят из Перми, Федерации экстремальных видов спорта. Они обещали, что еще на следующий год к нам приедут. С 2023 года в Пермском крае начали возводиться новые виды спортивных площадок, такие как памп-треки и скейт-парки. Это стало возможным благодаря диалогу краевых властей с молодежью, занимающейся экстремальными видами спорта. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал инициативу о расширении формата универсальных открытых спортивных площадок. И теперь есть 7 вариантов обустройства спортивного пространства. Это и универсальные площадки, и хоккейные коробки, и воркаут-площадки с тренажерами и другое. Очень важно, чтобы эти объекты были загружены, чтобы они были востребованы и молодежью, и людьми старшего поколения. В общем-то, чтобы были все возможности для того, чтобы заниматься спортом. Всего в 2023 году будет возведено 88 универсальных открытых спортивных площадок в 40 муниципальных образованиях края, 84 из которых уже построены. Егор Тверетинов, Виктор Морозов, телекомпания «Ветта».